Привет! Тема на этой неделе – изменение личности на тестостероне. Во-первых, хочу заметить, что мне кажется, лучше всего могут определить, произошли ли какие-либо изменения в личности люди, которые могут посмотреть на человека со стороны. Самому довольно сложно определить, произошли ли какие-то изменения. То есть, на мой взгляд, я вот какой был, такой и остался. То есть, более счастливый, может быть, потому что я просто больше рад видеть себя таким, какой я есть. И просто более спокойный стал, просто перестал как бы беспокоиться по поводу того, что я не тот, кем я себя ощущаю и так далее и тому подобное. То есть, в этом смысле, мне кажется, я просто более счастливый. Но есть некоторые вещи, которые, я считаю, действительно изменились, и мне они действительно заметны. Во-первых, я намного реже плачу. То есть, если происходит что-то страшно грустное, страшно обидное или какой-то депрессняк, то раньше было так, что я мог довольно легко расплакаться. И если уж я начну реветь, то меня очень сложно остановить. То есть, не помогало, ну, не помогало, что вот, если меня пытались успокаивать или там как-то попытаться говорить, чтобы я рассказал, что случилось, потому что рассказать, что случилось, я тоже не мог, если уж я начал реветь. Сейчас я намного реже просто вообще плачу. А если плачу, то это коротко. То есть, я могу при этом сказать, что случилось. Меня можно вполне успокаивать. Вот. И опухаю я, кстати, меньше. Ну, ладно. Мне кажется, что раньше я заморачивался больше, обижался чаще. Сейчас я не так быстро, не так легко обижаюсь вообще на что-либо. А если я обижаюсь, то в основном я это не ем в себя, а говорю, причем довольно так напрямую. Это бывает обидно человеку в ответ. То есть, может быть, более грубый стал. То есть, если раньше, когда я обижался, я скорее грустил, то сейчас я скорее злюсь. И если я злюсь, то я сообщаю об этом человеку, на которого я злюсь. И он может оценить это как грубость и обидеться в свою очередь. Это, наверное, немножко неприятное последствие. Но, с другой стороны, для меня, наверное, более щадящее, я бы сказал. В принципе, многие говорят о том, что тестостерон повышает агрессию. Вот. Я не знаю. Может быть, это вот как раз из этой области. А еще недавно я читал статью о том, что тестостерон повышает уровень счастья. Подтверждаю. В отличие от менструационного цикла, тестостероновый цикл, во-первых, он тоже присутствует, потому что он, в зависимости от того, как часто я получаю уколы тестостерона, соответственно, уровень тестостерона в организме понижается, повышается, и получается так называемый цикл. Так вот, в отличие от женского цикла, он не такой сильный. Там не такие сильные плюсы-минусы, на мой взгляд. И поэтому, мне кажется, перепад настроения не такие сильные. Спасибо за внимание. Продолжайте смотреть Paperboy. До следующего раза. Субтитры сделал DimaTorzok